а перед началом данного ролика хочу порекомендовать вам канал кирилла сакаста крипто геймерс без преувеличений это самый лучший канал в русскоязычном ютюбе по play to earn играм обзоры гайды как заработать без вложений это все здесь переходи по ссылочке в описании подписывайся на канал передавай привет от криптоватч мекера всем привет дорогие друзья с вами криптоватч мекер и сегодня мы поговорим о скаме на теме арбитража криптовалют да снова о нем но схема новая точнее схема старая просто она раньше использовалась для других вещей но теперь ее используют и для арбитража криптовалют наливайте чаек кофе и устраивайтесь поудобнее ролик скорее всего будет долгий разговорный потому что вы должны понять как работает социальная инженерия потому что самое наверное большое количество скам схем происходит по телефонным звонкам по личному общению да с человеком и так далее когда кто-то убеждает вас купить что-то или перевести деньги куда-то и так далее эти все схемы когда вас обрабатывает какой-то человек принципе называются социальной инженерии и сегодня мы собственно ее разберем и активненько об этом пообщаемся что ж ставь лайк подписывайся на канал и погнали разберем эту тему это небольшая история от одного из наших подписчиков давайте ее почитаем в общем познакомился с девушкой в телеграм-боте знакомств общение как всегда началось с вопросом чем занимается человек и так далее только вот заметил что девушку особо не интересует чем занимаюсь я она просто сказала что она сейчас на кипре отдыхает из увлечений по жизни квадроциклы море курорты 24 на 7 и так далее мне стало интересно как она зарабатывает что может так постоянно отдыхать она ответила на крипте естественно я начал интересоваться что за тема она рассказала про петупи арбитраж я сказал что изучу хорошенько эту тему ну в общем то и исчез а после вот она пишет ну что изучил очень часто такие девушки сидят вот в тематических чатах да то есть или где-то где можно принципе каких-то людей с деньгами выцепить чатах там я не знаю как он бинанса или другие каких-то проектов там play to earn игры еще где-то общаются ненавязчиво выходят на знакомство и естественно в процессе общения вы расскажете чем вы занимаетесь и девушка естественно расскажет чем она занимается с этого все и начинается друзья и попасть вы на такого человека можете абсолютно в любом месте в чате и мне кажется наверное даже больше вытягивают людей которые мало понимают в крипте чтобы так просто время не тратить потому что если ты нашел человека в крипте то логически что ну что-то да он уже наверное знает и кинуть такого человека будет немного сложнее чем того про крипту вообще ничего не знает погнали дальше и вот смотрим скриншот да прости пожалуйста связка пришла я отлучшусь оно и вот тут кстати говоря про руслана уже но до руслана мы доберемся немного позже и вот этот человек как бы общение не поддерживает как такового но пишет каждый день там привет как дела ты ему отвечаешь заводится разговор который выглядит так привет как дела ну привет хорошо твои как отлично сегодня кайфую как обычно а ты я работаю да уж тяжелая работа у тебя я вот пару часов поработаю и пойду кайфовать туда-то после такого общения складывается мыслью вот блин и мне бы также знаете тут никаких комментариев не надо тут действительно все очень красноречиво так сказать объяснено но и вот кстати говоря общаются общаются парень рассказывает про свой бизнес да чем он занимается и она такая ненавязчиво да слушай но если тебе как бы интересно я могу у руслана спросить за тебя если тебе интересно сфера арбитража вот у нас и появляется руслан да что за руслан ну типа начальник он мне рассказывал как этим заниматься и вот дальше пошла уже обработочка да то есть вот он русланчик появился парень с которым я работаю мне остальной группе дает связки говорит когда какие монеты покупать и на какие их менять а мы ему даем процент от дохода схема классическая но то есть дальнейшая до чем руслан занимается то есть работает первая команда возможно это вообще девушка с членом как говорится то есть мы не знаем есть девушки которые на самом деле общаются голосом да там кто-то даже видео может созвониться схемы тут немного разные да то есть у кого на что смелости хватает у кого на что мозгов хватает кто-то просто текстом общается тут реально может быть девушка с членом расшифруют аватарка девушки а на самом деле мужик да есть реально где девушки общаются даже голосом общаются и естественно они перекидывают на тех кто уже будет конкретно кидать сначала идет обработка отработка и дальше уже отправляют накидал естественно возникает мысль что вау вот это мне повезло дать девушка со мной познакомилась и чисто случайно она зарабатывает просто огромные бабки на арбитраже криптовалют а я тут настройки впахивают ну надо и мне значит также такой шанс только один раз жизни дается но и вот смотрите тоже интересный момент какие минимальные условия вложения обучал со 100 долларов потом увеличилось до 400 ну и естественно потом до 3000 долларов аппетиты чтобы как говорится на кипре отдыхать естественно большие но естественно вот говорит что у них естественно если ты хочешь говорит в мою команду в элитную команду да то мы в общем то торгуем от пяти тысяч долларов у нас своя телеграм-группа это лично наша группа да есть представляете да вы заобщались с девушкой все кайфово идет вам прям нравится с ней общаться и тут она еще зарабатывает и горит что вот если хочешь можешь прямо со мной в одном чатике зарабатывать вместе нам будет веселее но пяти тысяч долларов дружище от пяти тысяч долларов и вот смотрите кстати если хочешь попробовать о чем я занимаюсь могу руслана спросить по поводу тебя что скажешь но у вас же от пяти тысяч долларов вложения не там есть как бы и меньше просто я в группе от пяти тысяч то есть снова не навязчивая то есть но если хочешь попробовать ну как бы давай и даже пяти тысяч не надо но и тут собственно вот он скриншоте как они общаются да по поводу того что ну слушай можно я к тебе отправлю человечка кстати говоря telegram бот знакомств тут плохо видно да и винчик вроде называется так что друзья если вы сидите в каком-то да винчики знаете на вас могут выйти чтобы вас развести а горит даже на 10 тысяч долларов связки есть крутяк мощно но и тут естественно идет общение отработка вроде бы как парень сомневается что он вывезет эту программу финансово до чтобы зайти нужны большие деньги она естественно его успокаивает что разные группы под разный капитал есть все у тебя получится давай дружище пробы но и тут кстати продолжает обрабатывать прикинь что было бы если было бы сто тысяч usdt просто два процента 45 сделок в сутки 10 тысяч долларов слюнки потекли друзья потекли слюночки то 10 тысяч долларов в день иметь на арбитраже криптовалют но и на этом скриншоте естественно продолжает обрабатывать идет нехитрая математика с довольно внушительными естественно суммами прибыли которые возможно они носками получают но не те люди которые пытаются заработать но и вот она переписочка самим русланом естественно это знакомство ну естественно первый раз бесплатно потому что естественно со 100 долларов 20 центов прибыли забирать это неинтересно но и вот она пошла кстати говоря связочка да мы видим здесь пара дэш trx тайминг арбитражного окна 42 минуты профит 23 процента покупаем типа binance okix также нам нужен раствалит или exodus кошелечек но и здесь мне вот скидывали эту связку и дальше идет крипто слаб токен точка ком проверяем данный обменник просто на сайте возраст домена и мы видим что домен зарегистрирован 23 дня назад то есть это классический обменник однодневка одностраничник даже как вы видите эти обменники постоянно переезжают с одного домена на другой то есть как только начинают в интернете появляться плохие отзывы о том что на данном обмене кидают они просто покупают другой домен делают другое название и переезжают просто другой домен как вы видите здесь даже на самом сайте нигде нет названия данного обменника чтобы не заниматься никаким редизайном при переезде да мы видим что просто значок bitcoin а и в общем то никакой информации здесь про название обменника нет просто покупаешь называешь там крипто обмен точка и все переезжает сайт на новый домен и все по новому кругу по по новой схеме ну и тут вот подписчик наш пишет обрати внимание как ненавязчиво она говорит о крипте чтобы я ничего не заподозрил это человек делает так чтобы я сам заинтересовался и вытягивал из него информацию как говорится социальная инженерия в действие главное заинтересовать и человек уже сам начнет думать что это он придумал да что это его идея попробовать да что вроде бы как собеседник ничего и не предлагал а ты сам захотел сам поинтересовался и естественно тебе удачно подвернулась возможность тоже попробовать ну и тут мне прислали несколько голосовых сообщений мы естественно их не будем слушать но суть вы поняли друзья в общем подписчикам скажи пусть не игнорирует мелочи которые их настораживает правда кроется в мелочах я кстати говоря всегда вам говорю то же самое задавайте больше вопросов чем больше вопросов зададите тем больше вероятность что что-то у вас не сложится в общую картинку что-то будет выбиваться именно эта вещь может вас насторожить и вы поймете что что-то здесь не так что заставит вас полезть в интернет начать гуглить искать информацию и допустим найти вот этот ролик благодаря которому вас не смогут кинуть мелочи которые меня настораживали частое упоминание как хорошо живет человек с которым общаешься как он готов помогать за бесплатные тратит на тебя время не зная тебя чтобы обучить девушка ни одного голосового сообщения не прислала также девушка не зная меня ручалась за меня перед каким-то ее начальником русланом отсутствие общения но попытка удержать его этой девушкой я несколько раз просто пропадал и не писал но девушка всегда в таких случаях выходила на связь самостоятельно и главное не знакомцы не могут быть заинтересованных с том чтобы вы много зарабатывали и изучив арбитраж еще лучше я понял что это такая же работа это труд чтобы заработать надо сидеть мониторить анализировать быстро реагировать никто с неба не упадет не скажет давая тебе заработаю много денег вот об этом кстати говоря я вам постоянно в ролика говорю что никто не будет за вами бегать чтобы вы заработали никому в этой жизни не интересно чтобы вы зарабатывали и зарабатывали много возможно только вашим родственникам маме бабушке дедушке папе я не знаю это единственные люди которым возможно по-настоящему интересно чтобы вы много зарабатывали ну там друзья жена девушка да вы понимаете да о чем я говорю никакому левому человеку не будет интересно чтобы вы много зарабатывали тем более за вами бегать, да? Да, тут идет вопрос про то, чтобы отстегивать человеку 20% от вашей прибыли. Это довольно неплохой кусок на самом деле. И для вас это может позвучать логично, что поэтому за вами бегают, поэтому вам так навязчиво и пытаются всю эту информацию впихнуть, да? Но вы включите логику и зайдите немного с другой стороны, да? А почему эти люди не торгуют самостоятельно по этим связкам? А зачем им вы? Зачем им 20%, если они могут получать 100%, если все надежно, криптовалютные биржи им особо пофиг на ваши депозиты, да? Много есть криптовалютных бирж, на которых ты можешь там торговать и прокручивать десятки и сотни тысяч долларов и все будет хорошо, да? Потому что на многих биржах при верификации лимиты на выводы до там 200 биткоинов. Тем более, что в этих схемах нет переводов трансграничных, нет переводов на банковские карты, переводы на такие кошельки, карты и так далее, где могут быть какие-то лимиты, из-за которых вас могут заблокировать. То есть здесь связка простейшая. Биржа, обменник, ну и обратно биржа. Нигде, по сути, лимитов нет. Вы можете гонять деньги круглосуточно туда-сюда, и никто вам ничего за это не скажет. Потому что вы на бирже, когда переводите, вы покупаете, вы продаете. Биржа зарабатывает свой процент с каждой с вашей транзакции. Чем больше денег вы гоняете, чем больше вы покупаете и продаете, тем это биржи выгодны. То есть в этом и суть заработка биржи в основном-то. Поэтому вопрос, если у ребят имеются большие деньги, десятки, сотни тысяч долларов, да, почему они сами эти связки не гоняют круглосуточно? И тут логический ответ, да потому что это не работает, потому что нет этих связок, их не существует. Допустим, межбиржевой арбитраж, но он как таковой, ну, мертв. Вручную гонять туда-сюда деньги очень сложно и невыгодно. Если где-то и есть межбиржевой арбитраж, то это работают боты. Криптовалютные боты. Боты, в которых ты забиваешь IP-ключи с возможностью вывода средств одной биржи, другой биржи, третьей биржи, четвертой и так далее. Далее у тебя софт анализирует вот эти вот спреды, разрывы, да, анализирует стакан, сколько по той или иной цене есть токенов в стакане, да. Вот ты проанализировал. На одной бирже биткоин там стоит 19 тысяч и в стакане за эти 19 тысяч ты можешь купить там на 3 тысячи долларов биткоина, да. Дальше уже будет другая цена. И на другой бирже ты видишь, что биткоин покупают по 19 тысяч 200 долларов и что там также есть на 2-3 тысячи долларов стоит лимиток, да, на выкуп. Тут логично, да, срабатывает связка и происходит покупка биткоина на одной бирже и отправка биткоина на другую биржу. В зависимости от загруженности сети биткоин может идти до 40 минут. Разные криптовалюты в разные сети идут по-разному. И пока у тебя идет перевод, этого спреда уже может и не быть. Он может быть меньше. Или элементарно в стакане может не быть уже суммы, на которые ты купил биткоина. И значит ты продашь его совершенно по другой цене. И у тебя будет либо прибыль меньше, либо ее вообще не будет. Часто разрывы цены происходят именно на каких-то щиткоинах, коинах, на мелких токенах, да, на мелкокапах, которые есть на двух или более биржах, да. То есть там разрывы могут быть. Где-то там маркетмейкера нету, где-то он не доследил. То есть на некоторых токенах, если они маленькие, маркетмейкеры, они в принципе могут быть неинтересны. Но там нужно анализировать стакан, есть ли вообще ликвидность в стакане на то, чтобы выкупить то, что вы приобрели на другой бирже. Так работает, допустим, межбиржевой арбитраж. Но он не работает, друзья. Я говорю, это софт нужен, чтобы этим заниматься. Потому что, чтобы, во-первых, быстро это делать, а во-вторых, ликвидности в стаканах на таких токенах, как правило, нет. И вы не сможете гонять там больше одной тысячи долларов. В общем, друзья, это если и можно зарабатывать на этом, то это очень сложно. И поверьте, у вас будет очень много минусовых сделок. И что нюансов в этом деле во всем огромное множество. Также есть арбитраж. DEX SEX, то есть централизованная биржа, децентрализованная биржа. Также гоняются деньги туда-сюда. Допустим, в эфириуме огромные комиссии. Тебе нужно учитывать еще и комиссии на перевод, на покупку, потом на обратный вывод на метамаск, да, и так далее. Это все реально, но это все очень-очень сложно, друзья. Поэтому, если вам говорят, что легко мы вам дадим связочку, пожалуйста, крутите еще и через левые обменники, то это скам 100%. Если в связке присутствуют какие-либо обменники, то это скам. Сразу скам. Ну и тут, смотрите, когда человек уже какое-то время мозг поделал этим ребятам, да, они уже начали немножечко, так сказать, выходить из себя и пытаться человека толкнуть на заем денег. Слушай, а я так подумал, ладно, у меня не было возможности, но у тебя же она есть. Ты говорил, что у тебя сестра хорошо зарабатывает. Почему ты ее просто не попросишь? Типа не займешь денег. У тебя же хорошая возможность есть. Причем ты же ей их вернешь скоро. Это же не так, что ты взял на полгода. И мошенники, понимаете, знают сразу, что вы не отдадите никакие деньги, да, и они все равно будут гнать вас на кредиты, на займы и так далее. Ну и тут, когда ей тыкнули в нос фактом, что тот обменник, который дали для прокрутки связки левой, она начала включать, естественно, дурочку, что я в этом не сильна, я ничего не знаю, что я просто делаю то, что меня научили и зарабатываю. Меня типа не обманули, я маме помогаю и так далее и тому подобное. Вот такая вот история, дорогие друзья. Вам может показаться, что вы нашли Грааль, да, еще и интересную и симпатичную девушку, и что она зарабатывает, и теперь вы еще будете зарабатывать. А в итоге окажется, что девушка с членом, а вы остались с кредитом или с долгами. Все не так-то и радужно на самом деле. Так что, друзья, берегите ваши деньги. Ну а на сегодня все. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока.